Невидимая Брань О надежде на единого Бога и уверенности в Нем Хотя в невидимой нашей брани столь необходимо, как мы сказали, нисколько не надеяться на себя самих При всем том, если мы только отложим всякую на себя надежду и отчаемся в себе, не приискавшей другой опоры То ли тотчас убежим с поля брани, или все, конечно, будем побеждены и взяты в плен врагами нашими Мы с вами в прошлый раз читали размышления, наставления Святого Отца о том, что человеку в первую очередь необходимо научиться Прийти в состояние недоверия самому себе Преподобный Никодим указывал нам на некие способы, которые человек может применять, чтобы увериться в этом Человеку горделивому, самолюбивому, конечно же, все это может показаться чем-то неясным, непонятным, а то и возмутительным Ведь и действительно в жизни мы весьма-весьма привыкаем надеяться на себя, искать в себе какую-то основу Привыкаем считать себя хорошими, добрыми, благополучными А если уж и встречаются какие-то ошибки, ну, это всегда с нашей точки зрения происходит, ну, как-то вот случайно, внезапно Отчего мы часто удивляемся им Преподобный Никодим говорил о том, что человеку для того, чтобы удостовериться в собственной немощи Не нужно тратить много времени и много внимания, дабы в этом убедиться Достаточно прожить один-единственный день Понаблюдать за своими помыслами, словами, делами, движениями сердечными И увидеть, что действительно ничего доброго и хорошего сами по себе мы не представляем Конечно же, здесь необходимо ставить некую заметку, некое пояснение Что человеку в первую очередь необходимо прочитать Евангелие Для того, чтобы в свете евангельских истин, евангельских заповедей уже и рассматривать свою собственную жизнь Действительно, для человека, наверное, нет ничего более бедственного, чем жить лишь только своим поврежденным умом Лишь жить своим собственным чувством и пониманием правды Мы все с вами знаем то, что вот сколько людей, столько, наверное, и правды Как бы это парадоксально ни звучало У каждого она своя Каждый мерит жизнь каким-то своим взглядом, своим чувством Исходя из собственного опыта, из собственных чувств, из собственных ощущений Но если мы с вами говорим о истине, если мы говорим о спасении Если мы говорим о пути, ведущем нас к Богу То, конечно, здесь необходимо жизнь рассматривать правдой Божией, которая и есть истина И вот еще раз скажем, для того, чтобы человеку узнать самого себя, достаточно хотя бы один день Прожить и попытаться жить вот в этой правде Божией Посмотреть, какое у меня отношение к истине Как я в истине живу И, конечно же, любой человек убедится, что сами по себе Мы всегда готовы на всякое зло, на всякий грех, на всякую неправду И что без помощи Божьей действительно мы ничего сделать не можем И вот, в общем-то, об этом сегодня мы с вами в главе 3 и читаем Да, сразу такая вот пометочка Что если человек, например, духовную жизнь, да, или духовную войну Будет вести лишь только с одним ненадением на себя То, конечно же, он ничего не сможет, он не успеет А, ну, в общем-то, это и объяснимо Да, скажем, если я буду убежден полностью, что я ничего сделать доброго не могу Что я не могу ни на что хорошее себя подвигнуть То, ну что, тогда стоит только руки опустить Получается, нужно отчаяться и всё Что где же просвет Вот в том-то всё и дело, что в себе не могу и найти помощи Сами ни на что хорошее не готов Но есть Бог всемогущий И получается следующее, что человек, пришедший вот к такому смиренному образу мысли Нам может прийти, это к пониманию, да, что мне нужен Бог Да, вот здесь мы с вами можем вспомнить о той заповеди блаженств Которая говорит, что блаженны нищие духом Потому что их есть Царство Божие Блаженен тот человек, кто увидел свою нищету Увидел свою бедность Он начинает нуждаться в Бога, он понимает И тогда он начинает Бога искать Смотрим дальше Поэтому вместе с совершенным от себя самих отречением Нужно ещё нам водрузить в сердце совершенную упование на Бога И полную в Нем уверенность То есть нужно полным сердцем чувствовать Что нам решительно не на кого надеяться, как на Него одного И не от кого другого, как от Него одного Можем ожидать всякого добра, всякой помощи и победы Ибо как от самих себя, которые есть ничто, не ожидаем мы ничего Кроме преткновений и падений По причине которых и отлагаем всякую на себя надежду Так, напротив, всеконечно от Бога мы получим всякую победу Как только вооружим сердце своё живым на Него упованием И полной уверенностью в получении от Него помощи По следующему псаломскому свидетельству На Него уповает сердце моё и поможет мне Утвердиться в такой надежде И ради неё помощь всякую получить Помогут нам следующие помышления Вот здесь вот мы опять видим уникальность этой книги Что кроме вот этих вот благочестивых рассуждений Верных рассуждений Нам даются конкретные указания для дел То есть что же нужно делать Как воспитать в себе вот это понимание Уверенность в помощи Божией Итак, первое Первое помышление То, что ищем помощи у Бога Который, как всемогущий, может делать всё, что не захочет И, следовательно, и нам может помочь То есть, получается, человек, христианин Должен постоянно возгревать в себе веру Надежду упования на Бога Должны верить, что Бог, как существо всемогущее Может сделать всё, что захочет Соответственно, и может мне помочь Следующее Такое помышление То, что ищем мы у Бога То есть помощи Который, как всеведущий и премудрый Знает всё наисовершеннейшим образом Следовательно, вполне знает и то Что пригоднее для спасения каждого из нас Правда ведь часто И вообще в жизни, да, и на и прочее В духовной жизни Мы сталкиваемся с непониманием А что же нужно сделать? А как надо поступить? Какой выбор правильный? Какой должен быть следующий шаг? Ведь не секрет, что многие из нас Пытающиеся жить духовной жизнью Часто обнаруживают себя Как бы стоящим на одном месте Стоит человек, вроде бы усилия прилагает Вроде бы сердце его стремится Но вот как-то вот всё результата нет А почему? Потому что часто мы не знаем А что же сделать? Если мы не знаем, что сделать во внешних делах То как же нам разобраться Вот в таких таинственных вещах Касающихся нашего сердца Касающихся нашей души И вот здесь нужно поймать Я не могу этого знать, но Бог это знает Он знает, как мне помочь Он знает, что мне дать Он знает, что нужно делать в том порядке Который в итоге приведёт нас к Нему То есть получается Вот уповая на Него Мы должны и это всегда иметь в виду Я не знаю, Он знает Я не могу, Он может Следующий, третий способ Третье помышление Которое необходимо в себе содержать То, что ищем такой помощи у Бога Который как бесконечно благий С незреченной любовью предстоит нам Всегда желательно готовый С часу на час и с минуты на минуту Подать всякую помощь Потребную нам для одержания полной победы В духовной действующей в нас брани Тотчас, как только притечём в объятия Его с твёрдым упованием То есть что получается? Мы должны помнить и верить И знать и помышлять Что помощи мы ищем у Бога Который как существо всеблагое Желает нам её дать Он всегда стоит рядом с нами Всегда Его не нужно долго звать Его не надо долго упрашивать Его не надо ожидать Что вот он там как-то освободится От каких-то важных дел И с ним зайдёт к нам Вот как часто наше маловерие Диктует нам обратное Как часто нам кажется Что мы у Бога забыты Что будто бы ему не до нас Мы надоели ему со своими Бесконечными просьбами Как часто Бог нам видится Таким, знаете, неумолимым судьёй Перед которым мы виновны И который только и ожидает Времени суда Дабы осудить нас на вечной муки Отомстить нам за какие-то наши ошибки И от этого сердце наше Трепещет, слабеет Уныние владевает нами И мы не смеем взирать на Него Так вот, это неверно Необходимо всегда себя Подбадривать вот этим упованием на Него Что Бог есть любовь Бог бесконечно благий И Он всегда готов нам помочь Он знает, как это сделать Он может это сделать Самое главное, Он желает это сделать А что от нас требуется? Вновь читаем Нужно прибежать им Да притечь к нему Броситься в объятия его С твёрдым на Него упованием И как возможно, чтобы добрый Он и пастырь наш Который три года ходил В поисках погибшей овцы Да то есть в поисках спасения человечества С таким сильным глазом Что иссохла гортань его И ходил путями столь трудными Тернистыми Что пролил кровь свою всю И отдал жизнь Как говорю, возможно, чтобы он теперь Когда вот эта погибшая овца Сама идёт вслед его С любовью обращается к нему И с упованием призывает его на помощь Как может быть, чтобы он не обратил А чест своих на него Не взял его на божественные плечи свои И принесший в сон англов небесных Не устроил с ними Праздниственного по всему случаю торжества То есть видим, как здесь поэтично Ну, здесь, наверное, дерзну предположить Перевёл святитель Феофан Затворник Вот этот уникальный наш русский святой Со своим вот этим удивительно красивым слогом Действительно, всякую книгу его читаем Мы можем с этим сталкиваться Видим, что Бог в нём Являет свою красоту таким образом Ну, а суть этих слов и такая Что действительно, как можно представить Что Бог, который стал человеком Для спасения человека Который столько страданий перенёс за всех нас Пролил кровь свою, чтобы призвать к себе человечество Сказав, что придите ко мне Все труждающиеся и обременённые Да уставшие от жизни своей греховной Придите, да найдёте упокоение во мне Неужели теперь, когда человек, услышав этот глаз Пожелавший спасения Обращается к нему за помощью Неужели он отвернётся от него? Быть того не может Смотрим дальше Если Бог наш не перестаёт искать с великим чанием То есть с великим трудом и любовью Чтобы найти подобное в ангельской драхме Слепого и глухого грешника Как возможно допустить, чтобы он оставил его теперь? Когда он, как овца погибшая Вопьёт и зовёт пастыря своего И кто поверит, когда Чтобы Бог, который непрестанно толкает сердце человека То есть стучит в человеческое сердце С желанием, да Желая войти внутрь и вечерять с ним По слову апокалипсиса Можем посмотреть Откровение Иоанна Богослова Глава 3, 20 стих Сообщая ему дары свои Кто поверит, чтобы этот самый Бог Когда человек открывает ему своё сердце И призывает его Оставался глухим И не желал войти в него Удивительнейшие слова И действительно, если бы мы с вами Держали их в своём уме, в своём внимании Наипаче в своём сердце Как это часто бы сподвигало нас На вот эту правильную жизнь Полную упования и надежды В себе мы не можем найти ничего доброго и хорошего Но в Боге всё это есть С преизбытком И самое главное, этого не нужно искать Это не нужно завоёвывать Это ведь можно просто у Бога просить Господь ведь говорил Просите и дастся вам Ищите и найдёте Стучите и отворят вам Слова сказаны каждому из нас Без каких-то условий Господь не требует от человека Чего-то сверхъестественного Говорят, что ты сначала стань каким-то вот таким вот Да исполненный всякого совершенства Только потом приходи ко мне Нет Потому что это было бы невозможно Вне Бога не может быть совершенства Мы и ищем Бога И просим для того, чтобы стать таковыми Но всякое восстание к Богу Всякое начало пути Начинается вот из вот этого ворового погибели Из видения смерти своей Из ненадеяния на самого себя Ещё раз скажем, насколько важно Да не просто важно Ведь это слово «важно» Оно совершенно не описывает Вот той величины Того, что мы должны надеяться на Бога Искать в Нём в единственном Надежды и уповании И четвёртый, наконец, способ К оживлению твёрдого упования на Бога И привлечению Его скорой помощи Есть пересматривание в памяти всех опытов Скорой от Бога помощи Изображённых в Божественном Писании Опыты эти, столь многочисленные Наяснейше показывают нам Что никогда не был оставляем И постыженным, и беспомощным Никто из уповающих на Бога Возрите на древние роды Взывает премудрый серах И видите, кто веровал Господу И постыдился Такими четырьмя оружиями Облегшись брат мой Мужественно вступай на дело брани И веди её бодренно В полной уверенности, что тебе дано Будет одержать победу Ибо имя всеконечно стяжешь ты Совершенную упование на Бога А такое упование непрестанно будет Привлекать к тебе помощь Божию И облекать тебя всепобедительной силой То же и другое, наконец, глубоко Укоренец в тебе полное ненадеяние на себя Об этом ненадеяние на себя И не пропуская случай Напоминать тебе и в этой главе Потому что не знаю, кому когда Не было бы нужды напоминать об этом Так глубоко внедрилось в нас Так крепко сцепилось с нами Это самоценение Да, или самолюбие Самомнение Будто мы нечто И нечто немалое Что оно всегда скрытно живёт В сердце нашем Как некое тонкое Незаметное движение Даже и тогда, когда мы уверены Что будто бы никакого Не имеем упования на себя А напротив Исполнены полного упования На единого Бога Чтобы избегать тебе Сколько можешь Такого сердечного самомнения И действовать без всякого На себя надеяния А с единым упованием на Бога Всякий раз настраивайся так Чтобы сознание И чувство Своей немощностью Тебя предшествовало Созерцанию всемогущества Божия А то и другое Предшествовало Каждому делу Твоему Созерцание всемогущества Божия Созерцание всемогущества Божия